Пятая глава 42 стиха И второе место Это записано в Луки 12 главе Давайте прочитаем с 15 стиха При этом сказал им Смотрите, берегите из любостяжания Не так давно, может быть с полгода назад Но общаясь с людьми Попадая в разные жизненные ситуации Я вижу, что Похоже Нам неплохо с вами Свяжить в памяти То, что здесь Для нас с вами записано в Библии Знаете, пока мы здесь Так сказать, брат Давид Говорил немножко Перед собранием Несколько слов Мне вспомнилось Такой псалом Который мы когда-то Тех, кто моего поколения Мы когда-то пели В молодости И старше Мой путь Как других Не усыпан цветами Кто-то помнит Эпсалом? Душистая роза На нем не растут Значит там Тернии То есть колючие Такие растения На этом пути И мы с вами в Библии Читаем такие места Христос говорит Подвязайтесь Войти сквозь Узкие Врата Потому что Широкие врата И пространен путь И многие идут ими И тернистый путь И узкие врата И немногие находят их И вот мне Хотелось бы вместе с вами Порассуждать А почему вот Христианский путь Как вот это я провел пример Псалмы есть На тему О христианском пути Да Что мой путь Как других Не усыпан цветами И Христос говорит Узкий путь Почему такие Приводятся сравнения Почему этот путь Тяжелый Почему он тернистый Почему он нелегкий Он трудный путь Почему он трудный Причин много Было время Когда вот этот Псалом был создан Было время Когда верующих Садили в тюрьмы Когда нельзя было Вот так спокойно Собраться Это был тернистый путь А наш с вами Сегодня путь Вот здесь в Америке Полная свобода Собирайся Хоть 24 часа в сутки Можешь Вообще На улице Тут собрание устраивать Не знаю Как насчет Центрегорода Сейчас При современных законах Ну как минимум На черш прапорде Можно спокойно делать Собрание на улице Никто вам слова не скажет У нас сегодня К нам Имеет отношение Вот эти вот слова Что наш с вами Путь он узкий И тяжелый Или Все уже Уже жизнь наступила легкая И мы с вами можем Спокойно жить Я думаю Имеет полное Отношение К нам Эти слова Что наш христианский Путь с вами Он таким же и остался Тяжелым И трудным Давайте мы еще раз Прочитаем вот эти слова Которые буквально Пару стихов Хочу напомнить Которые мы сегодня С вами здесь Прочитали уже 44 стих 5 глава Матфея А я говорю вам Любите врагов ваших Благословляйте Проклинающих вас И молитесь Благотворите ненавидящим вас И молитесь За обижающих вас И гонящих вас Вы знаете Мне кажется Что здесь Надо нам всем остановиться И как я когда-то уже говорил Просто минут 10 Наверное Конечно мы это делать С вами не будем сегодня Но не мешало бы Просто минут 10 Помолчать Всем Включая меня И подумать А я говорю вам Любите врагов ваших Благословляйте Проклинающих вас Молитесь За обижающих вас Я вам скажу честно Что выполнить все эти Слова Иисуса Христа Давайте так будем честными Это легко? Скажу честно Нет Я думаю Я думаю Что наверное У каждого человека В жизни были ситуации Когда его обижали И обижали очень сильно Очень сильно Может быть Обижали так Что вам больше не хотелось жить Может быть Были какие-то Поменьше ситуации И когда мы Вот эти слова читаем Любите врагов ваших Молитесь За обижающих вас Естественно Я глубочайше уверен В том Что слова Молитесь за обижающих вас Это не включает в себя Господь В конце концов Прошло уже пять лет И ты до сих пор С этим человеком Еще не сделал Что это такое? Почему Такой беспорядок Я думаю Что Христос Не это имел ввиду Молитесь За обижающих вас Это молиться За духовное состояние Если это верующий человек Молиться за этого человека Который вас обидел Молиться за его Духовное состояние Потому что Если этот человек Способен делать Плохие вещи Как вы думаете Он на хорошем Тот который вас обидел Он У него Духовно он взрослый Или Может быть Все таки Этот человек Как-то упал В тот момент Или Вообще его Как говорится Духовное состояние Оставляет желать Лучшего Я думаю Что да И поэтому Христос говорит Молитесь За обижающих вас Я честно вам говорю Лично для меня Молиться за тех Кто меня обидел И обидел Допустим Очень сильно Это Тяжелый путь Это тот путь О котором мы с вами говорили Что наш путь Как других Не усыпан цветами Здесь дальше Христос говорит Да будете Сынами Отца вашего Небесного Когда мы Становимся Сынами Отца Небесного Когда мы Достигли Вот такого Уровня Духовного Когда мы Можем Людей Которые Делают нам Плохие вещи Вчера Выезжаю У меня там К моему Дому Такой Довольно Узкий Подъезд И к моим Соседям Приехал Не знаю Кто приехал К ним в гости В принципе Это Так сказать Мой Драйвей Там никто Не должен Вообще Стоять Поставили Трак Еще поставили Его далеко С этой стороны Черная Малина Заросла В этом году Такая Колючая Страшная Там проезжаешь Машину Царапает Я еле Проехал И такое Желание Думаешь Как вот Благословить Этого Человека Идти Разбираться Чья это Машина Там Ходить По соседям Нет Ни времени Ни желания И И думаешь Вот как Этого Человека Благословлять Ну все Таки Проехал Машину Поцарапал Там Об эти Колючки Все это Земное Ладно Не такая Уже Новая Машина Это Окей Но я вам скажу Что это мелочь Мелочь Которая Немножко Так Напрягает Которая Немножко Так Нервы Заводит Вот Но когда Другие Люди Делают Нам Такие Вещи После Которых Вообще Просто Просто Ты не знаешь Как дальше Жить И здесь Христос Нам С вами Ставит Такие Условия И дальше Он в конце Говорит Последний Стих В этой Главе Нет Я еще Прочитаю Про стихов Извиняюсь 46 стих Ибо Если Вы будете Любить Любящих Вас Какая Вам Награда Христос Говорит Что Вы Особенного Делаете Грешники Делают То же Самое Когда К ним Кто-то Хорошо Относится Грешники Тоже Хорошо Относятся К тому Человеку А Христос Говорит Когда К вам Плохо Относятся Очень Плохо К вам Относятся Христос Говорит Отнотитесь Хорошо К этому Человеку И если Вы приветствуете Только Братьев Ваших Что Особенного Делаете Не так же Ли поступают Язычники И так Будьте Совершены Как Совершен Отец Наш Небесный Тяжелая Задача Тяжелый Путь Мне Прошлось Последнее Время Разговаривать С некоторыми Людьми Которые Обиженные Я вам Скажу Честно Их Обидели Я не Грам Они Обижены За то Что На них Наговорили Им Сделали Много Неправильных Вещей Против Них Жизни Разговариваешь С этими Людьми Жалко Их Конечно Но Смотря На них Я Смотрю Такая Ситуация Получается Он Настолько Уверен Что Бог На его Стороне Он Уверен На все Сто Процентов Знаете Мне Кажется Если бы Сегодня Сказали Что Завтра Вот Здесь В пастерской Скажем Бог Будет Принимать Нас Всех По одному Будем Заходить Наопытный Так сказать К Богу Если Можно Так Представить И Вот Вы знаете С каким Настроением Мы туда Зайдем С каким Сердцем С какими Мыслями С какими Желаниями Вот От этого А оттуда Уже Обратно Чтобы выхода Не было Уже Оттуда Будет Выход В вечность Только Вот С пастерской Комнаты А мы Должны Все Пройти Обязательно Все Сюда Должны Пройти И будем По одному Заходить Я Глубочайше Уверен В том На сто Процент Уверен Что Каждый Из нас Сидя Здесь И Очереди Зайти Оттуда В комнату Мы будем С вами Пересматривать Все Абсолютно Все Будем Пересматривать Пересматривать Насколько Мы правы Пересматривать Своё Сердце Пересматривать Вообще Все свои Пути Вы знаете Я глубоко Уверен Что здесь Даже Наверное И молитвы Не будет Среди Ожидающих Все будут Просто сидеть И думать Каждый О себе И когда Разговариваешь С людьми И смотришь Насколько Они Насколько Они считают Себя Правыми И они Действительно Их обидели Я полностью Понимаю Их ситуацию Понимаю Их ситуацию Потому что К сожалению Сам бывал В таких ситуациях Мы с вами Прочитали Вот здесь Луки 12 глава Да И вот здесь Человек Сделал себя Житницей Все Все готово У него Для хорошей жизни Все прекрасно Ну а здесь Безумные Прежде чем Мы дальше Будем Чуть-чуть Порассуждаем Этой Притче Которую Провел Христос Давайте Мы с вами Прочитаем Михея 6 глава Здесь записаны Такие слова 8 стих Вот человек Сказано тебе Что добро И чего требует От тебя Господь Обратите внимание Чего Требует От тебя Господь Бог это просто Не советует Бог это требует Три вещи И там он говорит Действовать Справедливо Любить дела Милосердия И смиренно Мудренно Ходить Пред Богом Твоим Вот такие три вещи Пророк Михей записал И говорит Чего требует От тебя Господь Давайте мы Быстренько Просмотрим Эти три вещи Действовать Справедливо Естественно Нельзя быть Угодным Богу Человеком Если вы Не действуете В своей жизни Справедливо Если Сегодня Кто-то Сделал вам Работу Сделал ее Нормально Все хорошо Вы обязаны Этому человеку Заплатить Это действие Справедливости Второе Дальше там написано Любить дела Милосердия Милосердия бывает Разное Бывают дела Милосердия Когда к нам На чат Присылают И говорят Что Вот там Случилась Какая-то Проблема У кого-то Сгорел дом Или еще что И мы Достаем Может быть Свои Десятины Может быть Достаем Больше Чем Десятины И отдаем На это Доброе дело Это дела Милосердия Ну а здесь Мне хочется Чуть-чуть На этих делах Милосердия Чуть-чуть Больше задержаться Буквально Две минуты Христос Провел Такую притчу Что Человек Который Должен Был Десять тысяч Талантов Если я не ошибаюсь Да Десять тысяч Талантов По-моему Его Привели К господину Который Простил Ему Весь этот Долг И когда Он вышел Оттуда Что Он Сделал Он Нашел Человека Который Должен Был Ему Сто Динариев И что Он Дальше Сделал Схватив Его Душил Как Вы Думаете Он Поступил Справедливо Вот Этот Который Душил Справедливо Я Склонен Мыслить Что Он Поступил Справедливо Возможно Прошло Уже Долгое Время Что Этот Человек Эти Сто Динариев Не Отдавал И Он Действительно Ему Был Должен Эти Сто Динариев И Он Просто У него Уже Кончилось Терпение Он Вышел Тем Более Тут Его Чуть Тюрьму Не Посадили За Его Личные Долги И Он Вышед Нашел И Душил Этого Человека Он Действовал Справедливо Но Мне Вспоминается Один Стих Который Мы Сегодня С вами Прочитали Это 77 Псалом Когда Брат Начал Читать 77 Псалом 37 Стих Или 36 Давайте Ильстили Ему Устами Своими И Языком Своим Лгали Пред Ним Сердце Жи Было Неправо Пред Ним И Они Не Были Верны Завету Его Но Он Милостивый Прощал Грех И Не Истреблял Их Сегодня Бог Требует От Нас Действовать Справедливо Там Где Нужно Действовать Справедливо Но Сегодня Бог Требует От Нас Действовать Милостиво Если Сегодня Есть Конечно Такие Ситуации Когда Мне Приходилось Бывать Таких Ситуациях Когда Приходилось Приглашать Пасторов Церкви Собираться Где-то В пасторской Там Собиралось Может быть Три-четыре Семьи Решали Какие-то Большие Вопросы Сидели По Четыре По Пять часов Где-то Кто-то На кого-то Наговорил Что-то Обидел Такие Вещи Надо Решать Но Если После Этих Разговоров После Этих Бесед Та Сторона Которая Вас Обидела Стоит На своем Не Признает Своей Вины Какое признавая то, что Бог очень много просил нам, когда мы, признавая себя обыкновенными, тленными, смертными, можно сказать, людьми, мы, признавая все это, власть Божия над собой, мы начинаем милостиво относиться к тем, кто, так сказать, делает что-то против нас, не такое, как бы мы хотели. Поэтому сегодня я хотел бы заканчивать, в принципе, свою небольшую беседу с вами. Как я уже сказал, общаюсь с людьми, сам попадая в какие-то ситуации, и мы уже с вами многие немолодые люди, нам уже по 50, по 60, побольше лет. И когда смотришь, что мы, доживши до такого возраста, все-таки находимся не на том пути, или не совсем на том пути, который предлагает нам Христос. Христос говорит, это тяжелый путь, это тернистый путь, сложный путь. Я абсолютно не осуждаю никого, никакого обиженного человека. Я не хочу сказать никакому обиженному сегодня человеку, что ты не прав, ты абсолютно, значит, ты должен, так сказать, пересмотреть свое отношение. Нет, возможно, вас сильно обидели, возможно, вы абсолютно на 100% по-человечески правы, возможно, вы на 100% правы. Но сегодня Бог призывает каждого из нас стать на этот узкий путь. Я еще раз говорю, это тяжелый путь, это тернистый путь, это нелегкий путь, абсолютно. Но Христос говорит, да будете сынами Отца вашего Небесного. Мы становимся сынами, или дочерьми, как хотите, Отца нашего Небесного, не тогда, когда мы относимся к людям хорошо, когда они к нам хорошо относятся, но мы становимся сынами Отца нашего Небесного, когда мы относимся к людям хорошо, даже тогда, когда они плохо относятся к нам, а мы относимся к ним хорошо. И Христос говорит, становитесь вот на эту дорогу, прощайте этих людей, молитесь за вот этих, которые вас обижают. Христос не говорит, слушай, друг, да ничего, он, в принципе, против тебя плохого не сделал. Забудь это дело, и все нормально. Нет, Христос говорит, да, тебя обидели, тебя очень обидели, но ты прости этого человека, помолись за него. Когда мы с вами научимся, я вот со своей женой разговаривал недавно, говорю, слушай, как вот научиться правильно относиться к тем, кто нас обижает? Вот как вот стать на этот высокий духовный уровень? Как научиться или как выработать к себе сострадание к этому человеку, который нас обидел? Как научиться смотреть на него духовными глазами? Не плотскими глазами, а духовными глазами, чтобы мы могли этого человека увидеть в таком плохом духовном состоянии, помолиться за него, благословить его, благословить его семью, благословить все, что у него есть. И вот когда мы с вами сможем встать на вот эту узкую дорогу, благословлять этих людей, вы знаете, я думаю, что именно тогда мы станем полноценными детьми Божьими. Я уже как-то говорил, что иногда я хожу по кладбищам. И не потому, что там я возле каждого кладбища останавливаюсь, нет. Иногда. Особенно, я уже говорил, это возле старых кладбищ люблю останавливаться. Люблю историю. У меня всегда в школе по истории минимум четверка была, в основном пятерка была. Я всегда любил историю. Я хожу, смотрю на все эти старинные кладбища. Но одна из причин, почему я по ним хожу иногда, вы знаете, мне это помогает духовно стать выше, я вам честно говорю. Когда стоишь возле какой-нибудь могилы давно жившего человека и понимаешь, что когда-то, где-то, не знаю где, на каком кладбище, но обязательно, наверное, будет моя могильная плита, где будет написано, родился тогда, умер тогда. Да, возможно, подпишут, возможно, нет, не знаю, кто это будет делать. Но когда думаешь об этом всем, понимаешь, что вечность впереди. Есть одна хорошая песня, возможно, я ее когда-то спою, не знаю. Там есть такие слова. Ну, речь идет о сентябре, о том, что на улице сентябрь месяц, да? Ну, сейчас не сентябрь, сейчас июль пока еще. Вот. И там есть такие слова. И мы, понимая, что вечность все ближе, нам меньше хочется от этой сентябрьской земли. Я хотел бы, чтобы сегодня мы задумались над этими словами, понимая, что вечность все ближе. Пусть Господь поможет каждому из нас, осознавая, что вечность все ближе для каждого из нас. Когда мы туда перейдем, этого никто не знает. Но пусть Господь поможет нам быть детьми Божьими, которые стоят выше. Которые стоят выше обид. Которые стоят выше всяких сплетен. Которые сами сплетни не распространяют. Которые научились прощать людей. Которые научились молиться за тех, кто их обижает. Которые научились все это делать. Это тяжелый путь. Пусть Господь поможет нам встать на этот тяжелый путь. И идти по нему. Слава Ему за все. Аминь.